Здравствуйте! На телеканале ТОН-ТВ программа «Разбор полетов». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье, со мной в студии адвокат Миша Фридман и писатель-журналист Петр Люкимсон. Суть проблемы вот в чем. Полиция предложила отдать под суд трех известнейших израильских врачей, хирургов, больницы, больничного центра Ихилов, это доктор Константини, Цви Рам и Йоси Пас. Это виднейшие хирурги, опытнейшие врачи, в общем-то, светило израильской медицины. Вменяется им в вину взяточничество, мошенничество, обман больных и так далее, и так далее, и так далее. То есть ужасные, ужасные обвинения. Петр, первый вопрос к вам. В чем суть, что за мошенничество осуществляли столь уважаемые и известные врачи? Давайте начнем с самого начала. Я пишу, чтобы господин Фридману было легче комментироваться и некуда деваться. Значит, начало этого дела было положено в 2014 году. Есть такая замечательная израильская передача «Увда» во главе сведущей Илана Идаян. И ее журналисты направились к этим врачам от имени представителей фирмы, занимающейся медицинским туристом, и сказали, что они хотят привезти пациентов из России с такими-то и такими-то конкретными заболеваниями. И сколько это будет стоить, так сказать, операции? И вот профессор Шлеба Константини, затем профессор Цвейрам, затем Йосипас, они все, в принципе, сказали одно и то же. То есть, естественно, были они по-разному, но диалоги оказались достаточно близки. Это будет стоить столько-то, столько-то. В больнице вы должны, он объяснил, вы должны будете заплатить в отделе международного туризма больницы Ехилова, как все остальные туристы. Ну и мои услуги будут стоить, там были названы разные суммы, от 10 до 20 тысяч долларов. И, естественно, возник вопрос, насколько законно была фраза о моих услугах, которые будут стоить 10, 20 тысяч долларов. И это тот вопрос, который поставили журналисты, в принципе, в эфире, выполнив всю самую свою задачу, как профессионал. После этого началось расследование, полиция приступила к расследованию этого дела, приступила к делу А433, специализирующейся, в принципе, на таких делах. И вот следствие по этому делу длилось, как мы видим, больше полутора лет. Больше полутора лет. И вот сейчас, значит, полиция рекомендовала передать это дело, рекомендовала прокуратуре подать октавый шум, то есть обвинительное заключение, против всех трех врачей по обвинению. Привязательно мы правильно назвали преступление, там формулировки несколько иные, особенно в переводе на еврейском, это более точно звучит. Но вот обвинив их, в том числе и в получении взяток, злоупотреблении с лобежевым положением и ряде других преступлений. Естественно, это дело вызывает внимание всего медицинского мира, потому что врачи действительно замечательные. Буквально на следующий день, после того, как оно было опубликовано в газете, я, кстати, говорил с директором одной из фирм медицинского туризма, и он объяснял мне, что таких врачей, в принципе, в мире, речь идет о врачах, которых в мире раз-двое обчелся, их приглашают в Америку на операции для миллионеров, так сказать, и они летят. Вот, это правда. Вот, и поэтому, когда сегодня прозвучал вопрос в больнице, а что они делали все эти полтора года, оказывается, все эти полтора года они продолжали мирно работать в больнице Ихилов, несмотря на то, что следствие против них шло. И когда у главврача больницы спросили, насколько это закон, он сказал, вы понимаете, речь идет о специалистах такого уровня, которые каждый день либо спасают жизни, либо возвращают здоровье людям, что вы просто не могли отказаться от их услуг, просто загнать их, так сказать, в отпуск, вынужденный отпуск за свой счет, было бы преступление, они продолжают работать, больше того, пока не будет подано обвинительное заключение, то есть пока прокуратура не вынесет какого-то своего решения, они точно продолжат работать, сказал главврач, а дальше мы посмотрим, то есть дальше, возможно, он имеет в виду, что когда будет приговор, тогда и посмотрим, что... А пока будет судебный процесс, они вполне могут работать. Я так его понял, может быть, я не понял. Ты правильно понял. Их обвиняют не во врачебной халатности, их обвиняют в финансовых махинациях, поэтому работать они чьи-то не могут. Ну, я думаю, что тут не только юридические и моральные аспекты многие затронуты. Несомненно, несомненно. А я тогда позволю себе задать вопрос адвокату. Михаил, скажите, пожалуйста, в чем, собственно, заключается их вина? То есть, насколько мы понимаем из данных следствия, из материалов, которые опубликованы, значит, да, действительно, теперь к ним обращались, это же обращались не граждане Израиля, которым положена бесплатная медицина, это обращались люди, которые через коммерческие фирмы. Когда коммерческая фирма обращается к такому врачу, он, в принципе, назначает коммерческую цену. Значит, больница получает свою долю, там, 20 тысяч долларов за операцию, то, что стоят услуги больницы, там, операционные и так далее, а он, как частный предприниматель, в принципе, может назначить цену, которую считает нужным в соответствии со своей квалификацией. Я хочу обратить внимание на минуту. Полиция утверждает, что как минимум 40, у нее есть 40 доказанных случаев, когда они получали деньги сверх, так сказать, установленного порядка, по которому они должны были получать. То есть вопрос, если они не выписывали на полученные деньги квитанцию, это другое дело, это уже налоговое предпринимательство, но это им как бы не вменяют. Это мелочь. Самое главное, что они являются государственными служащими. Это государственная больница. И поэтому, получая зарплату и хорошую зарплату, он не имеет права сказать, я беру делать эту операцию, вам это будет стоить 10 тысяч долларов, мне и 20 тысяч долларов заплатите за все услуги больницы. Он не имеет права. Больница ему оплачивает за его услуги, за эту или иную операцию, больница ему платит. Но это внеплановая операция, Михаил. Да. Вдобавок к его большой зарплате, он получает еще добавок. Нет никаких проблем. Да, но эти операции он делает как бы в свободное от работы время. В свободное от работы время он волен делать все, что он захочет. Все эти врачи принимают в частных клиниках там у себя. Это частные клиники. Он принимал государственные. Это частные клиники. Речь шла о том, чтобы сделать операцию именно в Вихилове и пользоваться всей инфраструктурой этой больницы. А за которую больница получает деньги. За которую больница получает деньги. Надо сказать, что в Израиль за последние годы влилось сотни тысяч, какие сотни? Миллионы долларов людей, которые нуждаются в помощи. И надо сказать... Значит, здравоохранение за счет этого, в общем-то, поступает. Да, надо сказать, что действительно у нас очень хорошая медицина. И ребята прекрасно работают. Не получается ли, что вот этим вот расследованием и предъявлением такого обвинения наше государство тем самым как бы режет курочку, которая несет золотые яйца? Потому что миллионы, вы только что сами сказали, миллионы поступают в бюджет. Да, я вам хочу сказать еще одну вещь. Рекомендация полиции в прокуратуру предъявить обвинительное заключение остается на уровне рекомендации. Решать будет прокуратура. Я помню, когда я работал в этом подразделении, я тоже писал, предъявить обвинительное заключение по такой-то статье. Передавал в прокуратуру, проходило два месяца, получал ответа, нет. Вот и все. Там сидят в прокуратуре действительно профессиональные юристы, которые отлично понимают, что произойдет во время суда и в течение всего суда и так далее, и так далее. Смотрите, тут непростое дело. Позвонили из телевидения. Придумали какого-то мальчика, которому надо очень помочь. Начали рассказывать о его проблемах. Я не слышал этот разговор между врачом, но, может быть, там есть и вещи, которые можно говорить о том, что речь идет о провокации, самый простой. Ну, в принципе, это и есть провокации. И, видимо, адвокаты, которые будут работать, если будут работать, они прежде всего возьмутся за это дело. Я вынужден мешаться и просто прокомментировать то, что сказал Владимир Шеффридман, то, что сказал Алекс. Ну, во-первых, журналистское расследование – это не уголовное расследование. Это действительно всегда, практически всегда мы, журналисты, идем на провокацию, я иду на интервью с диктофоном в кармане, записываю. Это не значит, что полиция должна начать по этому поводу расследование. То, что полиция начала расследование, это была ее инициатива. Естественно, передача сыграла свою роль – проверить данные передачи. А вот, скорее всего, в деле не будут фигурировать совершенно эта передача. Там не будут, в деле нет разговора о передаче. В деле речь – разговоры о расследовании, то есть о том, проверили все дела, проверили, сколько они получали из операции, допросили их и так далее, выявили 40 случаев, когда они брали деньги. Теперь, насчет курочки, которая несет золотые яйца. Я думаю, после этого наша курочка понесет яиц раз 10 больше, потому что что происходило ведь на самом деле? И из-за чего сырбор, и из-за чего, я думаю, моральное преступление. Происходило следующее. Приезжал больной, который, в принципе, вначале выяснял, а это очень легко выяснить сегодня в интернете, сколько ему будет стоить та или иная операция. И вдруг ему говорили, что да, конечно, когда вы зарегистрирулись в отделе международного туризма в больнице, вам это будет стоить 15 тысяч долларов, у вас они есть, замечательно, но вы знаете, что врачу надо будет дать 20 тысяч. Для многих это был удар, многие собирали деньги, многие уезжали. Вот, поэтому тот момент, россияне... Я прошу прощения, я вас перебью. Надо еще раз подчеркнуть, что речь шла о суперзвездах мировой жизни. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть, им могли предложить, этот может сделать хирург по имени Моша или какой-нибудь еще, и это не будет вам стоить дополнительных денег. Это как у Жванецкого. Помните, за операцию вы можете не платить, если вас, конечно, не интересует результат. Но если вы хотите, чтобы операцию сделал, именно этот врач вы должны заплатить. В чем нарушение? Я объясню, в чем нарушение. Если бы этот же врач работал частным образом, в своей частной клинике, или сказал бы, вы знаете, я решил провести операцию для такого-то больного. Приехал российский олигарх, заплатил ему 2 миллиона долларов. Я из этих 2 миллионов, он снимает операционную, фихилов арендует за свои деньги, за ту сумму, которую назначили в больнице. Так, кстати, в больнице Асута все нормально. Там как раз ставки действительно выше, и там находятся люди, которые приезжают по другим местам. В данном случае речь шла о государственной клинике. Речь шла о том, чтобы российские больные, очень другие, приезжали, и когда им говорили, что да, но... Вот тоже самое, что вы сказали. Что если вы хотите, чтобы вас оперировал именно этот врач, вам придется доплатить. Речь шла иногда об очень больших деньгах, о 50 тысяч долларов, в том числе. Действительно, сложные операции в нейрохирургии – это особая отрасль. С одной стороны, нейрохирургия, а доктор Иосиф Паса – это кардиохирургия. Неважно, но, понимаете, я думаю, многие люди, многие туристы чувствуют себя действительно, я не знаю, оплеванными. То есть, морально, точки зрения, это, безусловно, нехорошо. Я позволю себе свои... С технической точки зрения, решать будет суд. Пока полиция считает, что эти люди злоупотребляли свои служебные положения, использовали государственное оборудование в своих личных целях, то есть, они могли этого не делать, я повторяю, могли спокойно арендовать операционную, заплатить все требуемые налоги, деньги и так далее, там с налогами еще будем разбираться, вот, и так далее, и тогда не было бы никакого преступления. В данном случае преступление, как бы, у нас в случае сомнения в том, что совершено преступление или нет, оно присутствует. Давайте подождем, что решит прокуратура. Она решит, она не будет подавать дело в суд, если она почувствует, что она его заведомо проиграет. Никогда даже прокурор этого не делает. Если они знают, что даже если есть 50%, что они проиграют, они не идут в суд. Но если уже есть 70%, что они выйдут, они идут. Следующий вопрос, Маша Фридман, я просто вынужден внести свою небольшую, так сказать, лепту, я просто знаю от своего очень хорошего друга, который работал в компании медицинского туризма, что несколько лет назад профессору Константине привезли показать девочку из России с очень сложной опухолью мозга, за которую никто не брался вообще. Когда он ее увидел, он сказал, значит, завтра ее нужно оперировать. Ему сказали, ой, извините, доктор, дело в том, что фонд, с которым там разговаривали, счет там не перечислил, он сказал, или я ее делаю завтра, или она умрет. И он сделал эту девочку, сделал операцию, девочка выжила. Сказал, ну деньги, когда будут, тогда будут. Я до сих пор не знаю, получил он их или нет. Это просто немножко характеризует, что полиция представляет дело так, что это какие-то хапуги. Я просто хочу внести ясность, это врачи очень высокого уровня. Я думаю, я думаю, что если они допустили какие-то нарушения вот с этими, вот вы говорите, что надо было арендовать эту операционную и тогда внести деньги. Я думаю, что проблема была не в том, что они там пожалели лишние там 300 долларов. Я думаю в том, что такова была практика, которая шла десятилетиями. Им просто некогда было заниматься. Если бы им сказали, вот вы должны сделать так-то, так-то и так-то, они бы это сделали. То есть, на мой взгляд, нет четких правил юридических, которые регламентируют эту деятельность. Я не прав? Не ошибаюсь. Сегодня уже, я думаю, уже полтора года. Нет, ну речь идет про дела, которые два года назад произошли. Да. Я думаю, я повторяю, я правильно говорю полтора года. Примерно. Есть уже четко установленные правила. Правила и для тех фирм, которые дают сервис, частный медицинский сервис. Компания медицинская, которая уже получает лицензии. Да. И также больницы. Есть уже четкие установленные правила, которые... Тогда не было. Тогда не было. Это большой вопрос. Ну и что? Ну и что? Я сейчас говорю сухо. Я за то, чтобы эти ребята пошли домой и не предъявили против них обвинительное заключение. Нет, я ни за то, ни за это. Я говорю откровенно. Докопаться до истины. Истина одна. Он действительно мог сказать, ребята, для того, чтобы сделать эту операцию, я должен снять вот эту комнату со всеми ресурсами, там, института, за это надо заплатить 19 400 долларов. Идите и платите. И мой гонорар еще. И мой гонорар отдельно 10 тысяч долларов. А все официально все открыто. Так, а он им сказал, вы должны пойти заплатить, там вот в частности профессором Константине. Операция целиком стоит 30 тысяч долларов. Вы должны пойти в больницу заплатить 20, а 10 заплатить мне. Да. В чем разница? Что он мне так сказал? Разница? Разница очень простая. Тактически то, что вы сказали. Нет. Но... Больницы заплачены. Он сделает эту операцию как госслужащий. Больница заплачена за то, чтобы он сделал эту операцию в качестве госслужащего. Он получает за это зарплату, где и плюс. Он делал это в свое рабочее время или нет? Ну, что рабочее время? Рабочее время для хирурга он может стоять ночью. Стоп, стоп. У каждого хирурга, как у обычного гражданина, есть рабочее время. Правильно. И его смена начинается позже. Заканчивается в 17. В 17.05 он начал делать эту операцию. Тот момент, когда он занимает операционную в государственной больнице, он госслужащий. Все. Это 100%. Я согласен с тобой. Тот момент, когда он занимает операционную в больнице, он государственный служащий. Ему за это платят деньги. Я вам скажу, в чем проблема на самом деле. И это подтвердит вам любой представитель фирмы медицинского туризма. Наши врачи, безусловно, не хуже американских. Однозначно. Потому что их часто приглашают в Америку сделать операцию, они мотаются. Есть некоторые, которые раз в месяц, неделю проводят в Америке. То есть он фактически это самое. Но зарплаты их совершенно не соизмеримы. Бразы. Хотя наши врачи получают хорошие деньги, скажем так. Но те гонорары, которые американские хирурги получают за операции, ими не снил. Поэтому, когда мы слышим о сумме операции в Америке 100 тысяч долларов, миллион долларов, то они нас привлекают в шок. Для нас это непривычно. Потому что у нас таких сумм нет, мы их и не платим. Да. Вот. Но именно поэтому сюда и едут медицинские туристы. У нас медицина не хуже, чем в Австрии. Намного, скажем, лучше, чем в Турции. Не хуже, чем в Австрии и Германии. Почти по многим параметрам иногда выше, иногда чуть ниже, чем в Америке, но дешевле. Иначе бы они ездили в Австрию и Германию. Почему нет? Да. В Швейцарию? Ну, там дороже. Там врачи, может быть, такого же качества. Допустим, обвинение будет предъявлено. Что им грозит? Я не хочу говорить о сухом законе, который говорит... Да, мы понимаем, что... Самое простое, это статья 291-я, закон о наказаниях, говорит, получение взятки, 7 лет лишения свободы. 7 лет лишения свободы. До этого не дойдет, конечно. До этого не дойдет. То есть, за 7 лет, пока доктор Константин, не дай бог, будет сидеть в тюрьме, сколько детей умрет? Я сказал вам, что написано в книге. Операции, которые делает он, не делает никто. Да. Это правда. Суд возьмет этого внимания. Это печально. Ну и что толку? Так она делается годом. Убийцы, который там, человек убил человека, прятекчающий, получает 15 лет, и через 8 лет выходит за хорошее поведение и раскаяние. Через 10 лет. А врач, который... Через 10 лет выходит. Через 10 лет выходит. А врач может получить реальный срок. Я не думаю, что он получит такой большой срок. Я сказал, по своему опыту криминального репортера. Самое страшное, на самом деле, что ему грозит, это оттятие в отчебной лицензии. Вот это будет вопрос. Самое главное. А причем это вопрос. Он уже не нарушил медицинскую этику. Да. Тогда он теряет лицензию. Это вопрос будет рассматриваться. Я думаю, что это будет интересный процесс. Достаточно сложный. Я не думаю, что суд пойдет на максимум. Вот то, что главный фридман – это максимальное заказание. Суд, конечно, на него не пойдет. У них, я думаю, будут хорошие адвокаты. И тут господин фридман скажет, что он прекрасно знает, что такое хороший адвокат, потому что он сам хороший адвокат. Спасибо. Я знаю, насколько хороший адвокат может снизить ожидания прокуратуры и повернуть судью более-менее, хотя израильские судьи не предсказуемые, он это тоже подтвердит наверняка. Насколько он может повернуть судью в сторону обвиняемого? Надеюсь, потому что может быть и такая ситуация, что после вот такого процесса целый ряд врачей, самых лучших врачей, видных врачей, просто поднимутся и поедут в США. Я думаю, им там будут рады. Там будут очень рады. Им будут очень рады, но они не поедут. Почему? А по очень простой причине. Вы понимаете, вообще в этой стране никто не живет случайно. В том смысле, что жить в ней просто так, не имея никакой идеологической подоплеки, нельзя. Мы каждый день живем здесь на нервах, на стрессах. Копните любого, который еще не уехал за границу, и вы узнаете, что он любит Израиль, что им важно жить в Израиле. И это невысокие слова. Это реальность. Что-то мы перешли от криминальных хроников, мы перешли высокому патриотизму. Это так, потому что те врачи, которые уехали, хотели уехать, хотели уехать, они давно уехали, прекрасно в Союзе в Америке и Канаде, что держит этих специалистов высочайшим классом в Израиле, где они зарабатывают в пять раз меньше, чем американские врачи, это единственный идеологический подоплек. Нельзя в Израиле жить, не имея никакой идеологической подклоги, пусть самой тонкой. Поверьте мне. Дорогие друзья, мы будем следить за этим процессом, если дойдет до процесса, то есть, может быть, до него и не дойдет. Сейчас я напоминаю, что мы беседовали с адвокатом Михаилом Фридманом и репортером, журналистом и писателем Петром Ликонсоном. Спасибо. Это была программа «Разбор полетов» на телеканале ТОН-ТВ. Всего доброго. До свидания.